Ожидается такой же интересный мастер-класс. Каждое утро какая-то интрига живет, потому что, ну, как бы в ожидании того, что же будет, какая же тема будет затронута. Каждый раз интересно приходить на самом деле. Сегодня у нас третий мастер-класс по счету. Первых два, я считаю, прошли с огромным успехом. Было интересно. Мы, наконец, смогли проявить свои таланты. Вот такой боевой настрой у наших участников на предстоящий мастер-класс. С изами работы ведущих их знакомит Наталья Войтюх, заведующая отделом производства региональных программ. Я считаю, что приходить в профессию надо лишь по одной причине, когда просто ловишь от нее кайф и не представляешь, как может быть иначе. Наталья Викторовна решила воспользоваться принципом Паретто. 20% теории и 80% практики. Раз, два, три. Начинаем гимнастику. Для голоса. Говорим на грудном голосе. Кладем ручку на грудь. Вот когда вы чувствуете вибрацию, когда разговариваете, вот это правильный голос. А теперь упражнение для развития дикции и отработки усвоенного материала. Наталья Викторовна приготовила для участников проекта тексты, которые они должны презентовать на публику. Помогая другим, планомерно совершенствуется и сама банковская система. Появляются новые виды услуг, внедряются новые современные банковские технологии. Удивительное сочетание вращебного профессионализма, современных методов лечения и оздоровления, а также природного богатства можно встретить в одной из лучших стран из Беларуси. И сразу же обратная связь. Не только компетентное мнение наставницы, но и восприятие других участников проекта. Все по-разному реагировали. Я не скажу, что кто-то там сильно огорчался. Мне кажется, они больше прислушались. Что касаемо меня, меня, наверное, немножко волнение взяло. Было интересно посмотреть, как на тебя реагирует зритель, о котором, кстати, сегодня говорили, когда он находится там за стеной, да, когда мы не видим их, в принципе, лично. А сейчас твои, собственно, коллеги и в будущем конкуренты, возможно, ну, смогли как-то посмотреть на себя и дать реакцию на твою начитку. Наталья делится своим опытом. Это бесценно. Что касается нашего задания, мне сказали, что я очень холодно читаю текст, я буду работать, я поняла свою ошибку и буду стараться ее исправить. Я сегодня попыталась ребятам дать то, что сама знаю, то, через что я сама прошла. Насколько они это впитали или будут дальше применять, это уже зависит сугубо от них. Но я очень надеюсь, что сегодняшний мастер-класс не пройдет напрасно. Естественно, увидим это на предстоящем этапе отбора ребят. Они, естественно, были все живы, были заинтересованы, это тоже приятно. А уже сегодня участники познакомятся с секретами радиоэфира и смогут оказаться на месте диджеев.